Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискид. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня видео будет посвящено теме парфюмерии. И я хочу с вами поделиться парфюмами, которыми я буду пользоваться весной 2018 года. И если вам интересно такого рода видео, тогда усаживайтесь поудобнее, берите крышечку чая и поехали смотреть, что же я для вас приготовила. Начну с того, что я не буду описывать подробно каждый аромат и рассказывать вам свое впечатление о нем, дабы не затягивать данный видеоролик. Я просто вам сегодня покажу те ароматы, которыми я хочу пользоваться весной 2018 года. И если вы хотите, чтобы я о каком-то парфюме рассказала вам чуть более подробно, конечно же, дайте знать в комментариях. И я просто отдельно сниму видеоролик индивидуально о каждом аромате, который вас заинтересует. Ну что, вроде бы объяснила. Давайте вам покажу все же, что же я приготовила на весну 2018 года. Здесь у меня будут и фавориты, и те ароматы, с которыми я никак не могу сдружиться, и ароматы, которые мне нравятся, и я их люблю на весеннее время года. Первый аромат, который я очень люблю на весеннее время года, это аромат Leif Irresistible от бренда Givenchy. Никак не могу правильно прочитать это название. Сумасшедшая красивая коробочка у этого парфюма. Она дико весенняя, вот прям очень-очень весенняя, такая какая-то сочная, интересная. И сам аромат внутри абсолютно такой же, очень красивый, цветочно-мускусный, с красивыми нотами фруктов, которые здесь представлены. Шикарнейший аромат, который именно весной, такой прохладный весной, он отлично смотрится. Вот когда еще прохладный ветерок меняется на теплый, когда вот только лепесточки, листочки появляются, вот это вот, знаете, когда еще земля холодная. И вот это вот все, в сочетании с этим ароматом, это просто сногсшибательно. Я не могу, я люблю его именно весной. На другие времена года я никак не могу с ним сдружиться и надеюсь, что это весной он меня будет также, безусловно, радовать. Следующий аромат тоже от бренда Givenchy, это аромат, который у меня появился совершенно недавно, он появился у меня, по-моему, после Нового года. Это аромат D'Aulia Da Vin' Eau de Parfum Nude. Вот аромат, который я еще не могу решить для себя, нравится он мне, либо не нравится. Но это аромат, который, безусловно, должен быть у меня сейчас, потому что я хочу с ним сдружиться именно весной. Это опять же мускусный аромат, который абсолютно, по моему мнению, не шлейфовый. Это, знаете, вот такое сочетание и цветов, и мускуса, и чего-то такого сладенького, это все в нем. И я хочу именно весной, именно когда еще уже не холодно и когда еще не жарко, и когда вот все вот в этом сочетании, когда холодная земля и вот это вот идущий дождик, к примеру, либо вот солнышко, которое появляется, я хочу его разносить именно в это время года и попробовать с ним сдружиться. Вообще вот так вот сейчас я пытаюсь, я его вдыхаю, чувствую, нюхаю, мне он нравится. Следующий аромат, это просто, знаете, аромат, который, но я не думала, что в моей коллекции сможет появиться такой аромат, с которым я буду пытаться сдружиться хоть как-то, потому что жалко, что я его купила, но никак не получается у меня с ним сдружиться. Как вы поняли, это аромат от Лакост, это Пурель, Спаркинг, это аромат, который я купила, точнее подарил мне мой супруг в 2017 году. Но аромат, с которым я ну никак не могу сдружиться, для меня вот он пахнет в теплое время года, именно летом пахнет для меня маракунами, вот этим сладко-соленым печеньем, и никуда дальше он не пытался раскрыться. Но на самом деле это цветочно-фруктовый аромат, и я надеюсь, что именно весной я смогу с ним как-то сдружиться, он может быть он как-то по-другому заиграет, именно весеннее время года, и я смогу уже с ним точно сдружиться, и он может быть будет весеннее время моим фаворитом, моим любимицем, сейчас как-то вот я только пытаюсь с ним сдружиться. И, конечно, крайний аромат, это просто моя любовь, любовь с 2012 года, аромат от бренда Burberry, называется Body. Девочки для меня и мальчики, если кто-то меня смотрит из мальчиков, для меня это идеальный аромат пудры, идеально, точнее пудровый аромат, идеальный аромат тела, аромат, который должен быть вот здесь, вот где-то рядышком, это идеальный аромат, как должно пахнуть мое тело. Обожаю этот аромат, я его, как я уже говорила в одном из своих видео, я его для себя открыла во время беременности, и я так переживала, когда я его купила, то, что вот у меня пройдет беременность, я уже не полюблю его, и у меня как-то будут к нему другие ощущения. Бывает такое после беременности, все, что нравилось во время беременности, когда рождается ребенок, все это уже не нравится, ни стиль, ничего, ни одежда, ни еда, ни парфюма, ни косметика. С этим ароматом я его открыла во время беременности, и до сегодняшнего дня я его дико люблю, мне нравится его наносить даже иногда дома после душа, с удовольствием им пользуюсь, он многогранен, интересен, и этой весной он меня также будет радовать своим присутствием на мне. Если вы хотите, чтобы я более подробно о нем рассказала, конечно же, дайте знать, я посвящу ему с удовольствием отдельный видеоролик и поделюсь с вами своими ощущениями об этом аромате. Ну все, девочки, мальчики, все, что я хотела вам показать в этом видеоролике, если вам понравилось такого рода видео, то, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, мне будет дико приятно. Если вы зашли ко мне впервые и вам было со мной интересно, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. А если ты на меня подписан, и тебе по какой-то причине не приходит уведомление о том, что у меня вышел новый видеоролик, не забывай кликать на колокольчик, и ты всегда будешь в курсе моих событий. И да, не забывайте подписываться на мой инстаграм, я тоже вас рада буду там у себя видеть, и у меня появилась группа ВКонтакте, я тоже буду рада вас там в числе своих друзей, давайте с вами чуть больше общаться, чуть больше друг друга узнавать, и, конечно, делиться секретами красоты. Берегите себя и своих близких, желаю вам теплых, солнечных, весенних денечков. С вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!